Всем привет, с вами Алексей, 26 июня 2021, Харьков, Украина. И сегодня задаются вопросы, и мы поднимем такую тему, как оставлять орех, сигнальный орех или нет. Вот сейчас я нахожусь возле небольшого саженца сорта шедевр. Некоторым из них два года от посадки, некоторым год. И сейчас будем смотреть по результатам и делать с вами выводы, оставлять орех все-таки или нет. Значит, смотрите, вот это растение, он скорее всего пересаживался, здесь его не было. Я уже, честно говоря, не помню, так как эти видео и эти посадки сделаны больше для вас. Да, то есть в виде эксперимента, потому что говорят, там не растет, пропадает и все остальное. Здесь полузакрытый участок, то есть есть другие участки, есть деревья, но между ними в основном есть сетка. Значит, смотрите, вот ореха море, да, вот он заложил, видите, сколько орешков в завязи. Вот, ореха очень много. Растение само по себе очень маленькое. По приростам здесь нет, здесь нет. Здесь прирост небольшой пошел. Как вы думаете, надо здесь оставлять ореха или нет? Конечно же, может быть и нет. Вот где пошел прирост, Можно, допустим, не оставить там одну-две завязи. Просто убедиться в сортности, покушать орешек. Все остальное, вот это, конечно, желательно бы удалить. Следующий куст. Весенняя посадка. Даже не куст, я бы назвал его скорее штамбом. Весенняя посадка, прошлая весна. Давайте посмотрим здесь результаты. Вот есть завязи. Завязи уже достаточно огромные. Шедевр может. Шедевр может. Значит, смотрите, вот приросты. Приросты достаточно серьезные. Так он выглядит. Я считаю, что на таком кустике вы можете оставить как минимум несколько завязей. Можно и не убирать завязи. Давайте так, резюме. Если куст или штамб маленький и не дает приростов, мы, конечно, все удаляем. Вообще, по правилам все нужно удалять, да? Но мы смотрим по ситуации. Если маленький, одну-две завязи может быть и оставим. Если куст хорошо развивается или штамб, мы завязи не удаляем. Следующий штамб тоже весенняя посадка прошлой весной. Прекрасно развивается. У него есть несколько завязей. Я считаю, что они никак не повлияют на развитие этого растения. Поэтому мы их удалять, естественно, не будем. Снова сорт шедевр. Трехлеточка пересаженный. Вместе с корневой системой. Вместе с землей. Как получилось. Прекрасно себя чувствует. Дал завязи. Раз. Два. Прекрасно себя чувствует. Дает приросты молодые. Все хорошо. Обрезка производилась после угрозы весенних заморозков. После 20 мая. Я считаю, что все у него хорошо. И эти завязи я трогать не буду. Так как считаю, что они никак не смогут плохо повлиять на развитие этого растения. Немножко отклонюсь от темы весенняя посадка. Этого года. Посмотрите на толщину. Сейчас свой палец приложу. Сорт шедевр. Прекрасно себя чувствует. Даже если было что-то непонятное. Вот типа подмерзания. Он все равно восстановился на полузакрытом участке. То есть вот дальше идет сетка, дома и так далее. Но здесь немножко более затошно. Но тем не менее, такое произошло со всеми растениями этого года. Которые весной я подсадил. Все хорошо себя чувствуют. Все замечательно. Естественно, орешков здесь нет. Завязи нет. Но тем не менее, он по идее должен выкинуть еще сережки. И в следующем году дать урожай. Поэтому все хорошо. И у вас точно так же должны быть выглядеть растения без супер ухода. Здесь нет никакого капельного полива, если вы обратили внимание. Все, что я вам показываю. Поэтому у вас тоже растения должны как минимум выглядеть именно вот так. Очень высаживал. Маленькие, слабенькие. Как говорится, сапожник без сапог. Снова сорт шедевр. Более-менее уже так постарше. Приросты замечательные. Пока у него все хорошо. Есть завязи. Ореха много. Орех будет крупный. Как всегда у шедевра средний. Крупный-крупный. Урожайность высокая. Все хорошо. Соответственно, здесь я орех удалять не буду. Малыш каталонского пересажен. Вот здесь рядок каталонского. Пересажен с одного из участков на другой. Так как не показывали особых результатов. Но в этом году, возможно, из-за хороших условий, так как постоянно дожди идут и так далее, заложен урожай. Саженец не подрезался после высадки. Высадки это эксперимент. Показывает себя хорошо. И завязи есть. Соответственно, есть и приросты. Поэтому, конечно, все орешки на этом растении я оставлю. Сорт каталонский. Еще один сорт шедевр. Он пересаживался. Несмотря на это, все перезимовал. Вообще на вот этих полузакрытых участках, видите, да? То есть дальше идут участки, но везде в основном сетка. То есть это не открытое поле, это не низина ни в коем случае и так далее. То есть эти сорта себя показывают замечательно. Поэтому для людей, у которых небольшие участки, для дачников я эти сорта буду все-таки рекомендовать. Здесь тоже заложился хороший урожай. Но развитие ореха как бы не очень, он не сильно крупный. Его хоть и много, но видно, что растению тяжело. Приростов, как видим, практически нет. Видите? Приросты очень слабые. Поэтому, конечно, на таком растении орех нужно удалять. Можно оставить одну кисть где-нибудь на хорошо развивающейся ветке. Сорт Гарибальди в прошлом году дал мне очень хороший урожай ореха. В этом году заложил небольшой урожай. Орехи я не удалял и собрал урожай. В этом году я все равно получил очень хороший прирост. Растение компактное. И получается, я так посмотрел, оно было более-менее развито, более-менее были приросты и подумал, что все будет хорошо. И действительно так и оказалось. То есть этот год он уже не на урожай работает, а на приросты в основном. Немножко дал ореха и дал хороший урожай. Поэтому я не жалею, что я не убирал орешки с него. Опять же повторюсь, растение развивалось очень хорошо. Примерно та же ситуация с сортом Шедевр. Вот уже он выше меня получился. Ему всего несколько лет. Прекрасное развитие. Это квадраты так называемые. То есть четыре растения, грубо говоря, полтора на полтора. Может метр на метр надо смотреть. В разные стороны. И подпрягнуто вот так вот. С наклоном. Все замечательно. В этом году урожай слабый, потому что дал орех в том году. А в этом году идет на приросты. Тоже я не жалею, что оставил на нем орешки. Все хорошо. Растение было хорошо развито. Еще один сорт. Сорт Галли. И в прошлом году тоже дал очень много ореха. А в этом году ореха намного меньше. То есть растение, ну, типа отдыхает. Я орешек весь оставлял, так как увидел, что прирост у растения хороший. И посчитал то, что этот урожай никак не повлияет на его развитие. Растение просто отдыхает, по моим наблюдениям. То есть раз в год насыпал ореха в молодом возрасте, в следующий год он работает на приросты. Итак, давайте подведем итоги человека, который абсолютно не связан был с сельским хозяйством, у которого нет никакого образования, просто его наблюдение. Сигнальный урожай оставлять можно, если растение хотя бы более-менее развито. Есть у нас такая тема, что было небольшое растение, на нем образовался орешек. То же самое касается отводков. Если на отводке, не дай бог, вот здесь образуется орех, к сожалению, как бы там ни было жалко, его нужно удалять. После того, как вы это сделаете, растение продолжает рост. Поэтому, если у вас растение более-менее развито, вы какую-то часть ореха, а то и весь орех можете оставить. И ничего страшного, в принципе, не происходит. Если растение слабое, маленькое, не дай бог, надо нещадно удалять, к сожалению. Я понимаю, надо увидеть сигналку, понимаю, хочется орех, но это совсем не та ситуация. Если растение развито, орешек оставляем, и все, в принципе, у него хорошо, оно продолжает развиваться. Единственное, оно может просто в следующий год отдохнуть и пойти на приросты. Это нормально. Кому понравилось, ставим жирный лайк к этому видео. Подписываемся на канал обязательно с колоколом, чтобы получать уведомления для тех, особенно, кто хочет заняться фундуком. Всем огромный привет из Харькова обязательно. Кто, какие-то есть вопросы или пожелания, пожалуйста, напишите в комментариях. И всем спасибо огромное. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok